Портал в прошлое открыли на один день в Ломоносове. В преддверии Дня Победы местным жителям показали оружие и технику времен Великой Отечественной войны. В сквере у 21-го дома по улице Победы местным жителям пороха понюхать, конечно, не удалось. Все представленное оружие, хоть и подлинное, но музейное. По назначению в последний раз его использовали еще защитники Ленинграда. Зато у ломоносовцев была возможность прикоснуться к технике, благодаря которой город выстоял. Самое большое скопление людей у 85-мм зенитного орудия К-52. Пушкой управляли 7 человек, как правило, девушки. Данное орудие во время Великой Отечественной войны, благодаря своей довольно высокой скорострельности и дальности стрельбы, позволяло сбивать немецкие самолеты на очень большой высоте до 15 километров. То есть, соответственно, не только бомбардировщики и истребители, но и в том числе самолеты-разведчики, которые очень высоко летали. На праздник Знамя Победы над Рейхстагом представители военно-исторического клуба «Ударник» приезжают много лет подряд, всегда стараясь чем-то удивить публику. В этот раз реконструкторы решили показать местным жителям не только технику и оружие, но и военную форму разных исторических периодов, начиная от красноармейской одежды времен Финской войны, заканчивая офицерским облачением 1943 года. У меня в руках стальной шлем образца 40-го года. Такой носили русские солдаты во время Великой Отечественной войны. А еще до войны эту каску проверяла комиссия во главе с Семеном Буденым. Военачальник сначала пытался разрубить ее шашкой, а после стреляя из револьвера. Сначала с 25 метров, а затем и в упор. Но пули только рикошетили. Позже, уже во время непосредственно самих боевых действий, эта каска спасла не одну тысячу жизней. Также в сквере действовала полевая кухня, а на сцене выступали лучшие вокальные и инструментальные коллективы города. В дни войны была под Бегенградом Малая геройская земля